У нас получается по физике, по геометрии у нас нагрузка идет меньше непосредственно сам имплантант за счет этого. То есть проще прикрутить к другому соединению с меньшим напряжением, чем к внутреннему. Если вы выбираете винтовую фиксацию как возможность сделать какую-то ошибку техническую, то это не совсем корректно. Это удобно для демонтажа. И с точки зрения гены более правильного отсутствия цемента в области десна на этом более качественный результат. Точнее более контролируемый, с меньшими энергозатратами. Вам не нужно напрягаться и искать какие-то излишки цемента. Поверьте, если правильно выбрать Абатман на правильную глубину установлен, то вычистить цемент несложно, если вы соблюдаете протокол и Ксения Викторовна получила качественные оттиски в свою искусственную модели осмолировала правильно, то излишки цемента убираются достаточно просто. Но если у вас очень низкая клиническая коронка, то тогда это прямые показания для изготовления винтовой фиксации. То есть, понимаете, любой вид протезирования имеет свои показания и противопоказания. Поэтому нужно понимать, когда что можно делать. Не потому что винтовая, я говорю, стало модно, все стали делать подряд только винтовую, потому что так хорошо мы не имеем проблем с избыточным цементом. Проблема-то с избыточным цементом не потому что система плохая, а потому что, наверное, где-то какие-то погрешности допущены. То есть, все равно каждый доктор проходит через какие-то, любой человек через какие-то ошибки профессионально, пока он растет. Их надо понимать и не надо кидаться из крайности в крайность. Все хорошо. Все хорошо, когда все умело применено. Это может быть совершенно замечательная цементная фиксация. Сколько работ есть сочетанных, допустим, на боковых участках сделана винтовая фиксация в фронтальном участке цементной. Эта эстетика хорошо соблюдается, это хорошо. Если мы делаем постоянную конструкцию с винтовой фиксацией, то выход винта, я говорил об этом, по-моему, он должен находиться в недоступной зоне. На нижней челюсти они всегда стоят, язычные, более язычные. Не всем пациентам нравится циркул, не циркул, золото, не золото, у человека посреди зубов какие-то точки. Которые через несколько месяцев становятся черными. Нет, а вообще, вообще на самом деле, просто мы плавно пришли к тому, что все надо планировать. Вот так вот. Любую работу, любую работу надо начинать с планирования, имплантологическую. Не поленитесь изначально снять диагностические слепки, отдать их в лабораторию, чтобы вам изготовили хороший хирургический шаблон, и по нему уже делайте работу. И тогда вопросов будет меньше. А так у нас получается, сначала имплантолог, хорошо еще если в этой клинике, где-то кто-то заимплантировал. Потом пациент приходит к ортопеду, ортопед снимает слепок, обещав тоже золотые горы. Все это, причем, длится достаточно долго, пока приживется, пока туда-сюда. То есть человек потратил уже и денег, море, и силы все свои, израсходовал, и нервы. Я ни разу не видела адекватного хирургического шаблона. А потом, когда мы приходим в лабораторию, работа, то есть уже, в общем-то, тот финиш, тот результат, который будет видеть человек, на него не остается ни сил, ни времени, ни терпения ни у кого. И потом эти завышенные обещания, ты не понимаешь, как их делать, когда у тебя вот так вот торчат абатменты. Ну, доктор сказал, что будет красивый. Доктор начинает кричать на техниках тоже. И не про Дмитрия Романовича. А вообще, бывают такие ситуации, когда начинает доктор нервничать. Я обещал пациенту, это должно быть так. Техник выбирает абатмент соответственно с биологической зоной шейки рабочей части абатмента таким образом, чтобы коронка уходила под десну равномерно с вестибулярной стороны где-то на 1,5 мм в зоне эстетики, ну и где-то на 0,5 мм в боковых отделах циркулярно. Если стандартный абатмент у нас не подходит, то его либо индивидуализируют при помощи фрезерования, либо заказывается индивидуальный абатмент, который в каткам-центре обрепиливается непосредственно под этот клинический случай. То есть он индивидуальный, он имеет паспорт, можно использовать как титановые основы монолитного абатмента, так и цирконию. Вот индивидуальный абатмент, например. Вот индивидуальный абатмент, который сделан специально вот сюда, для этой работы. Вот дальше, давайте не будем отвлекаться мы на это. Я хотела вам сказать о стандартных титановых абатментах, которые мы имеем в системе. Это как прямые, так и угловые абатменты. То есть они имеют... Мы смотрим, когда мы получили работу, мы начинаем подбирать, что нам подходит. Не всегда стоят идеально прямо у нас импланты, поэтому абатменты бывают и угловые, и прямые. Стоят они глубже, стоят они выше. Поэтому, соответственно, уровень погружения, так называемая юбка, тоже она отличается, глубина, высота юбки. Все всегда стараются почему-то брать как можно меньше, но на самом деле всегда, как показывает практика, лучше бы она была бы повыше, потому что мы все равно дорабатываем эти... Мы все равно их индивидуализируем. То есть он стандартный, то он стандартный, но его всегда можно доработать, индивидуализировать, и он уже, чтобы он подходил к нашей вот дальнейшей конструкции. Чтобы можно было на него, соответственно, сделать какую-то адекватную работу, чтобы эстетика не пострадала. Я считаю, что вообще с оральной стороны можно на уровне десны делать. Вам же проще работать. Вам же удобнее, вам же проще. Тут функция важнее, чем эстетика в данной ситуации. Меня всегда поражает, когда просят какую-нибудь нижнюю или верхнюю шестерку, заглубить на миллиметр. Кто увидит, когда это увидит? Увидит только стоматолог во время фиксации коронки. Больше никто и никогда. Но зато эта функция сохраняется. Поэтому, опять-таки, всегда нужно думать. Все-таки это протез, это всегда функция первична. Кроме тех случаев, когда у нас функция является эстетикой. Дальше я хотела вам показать возможности протезирования. Условно-съемными протезами. То есть, вот у нас беззубая челюсть. Вот она у нас как бы заимплантирована. И нам не обязательно сюда делать вот такую большую конструкцию. Не все могут эту финансовую нагрузку, не все пациенты вынесут. Не всегда она, может быть, даже и хороша, как выбор. И очень часто используются условно-съемные протезы. То же самое, просто съемный протез на локаторах или на шариковых аббатментах. Мы тоже это можем сделать. Сейчас я вам покажу. Вот они тут у нас есть. Это локатор, это шариковые аббатменты. Локатор, это система фиксации съемной части, которая изначально была придумана для бюгельных протезов. Это металлическая шайба, которая либо вваривалась как часть бюгельного протеза в виде замка, либо, как в данном случае, является самостоятельной частью для фиксации съемного протеза. И эта часть перекручивается в имплантант. То есть у нас есть шарик. Где у нас шарик? У нас есть шарик, который вкручивается в имплантант. В зависимости от глубины десны. Это очень важно. Если мы можем коронку опустить на 2 мм и дольше выбирать цемент, то здесь, если мы выберем неправильно вот эту часть, закажем ее и крутим. Здесь еще переходная вот такая часть я хотела показать. Во-первых, фиксация очень хорошая, но меньше места. Вот, посмотрите, вот колпачок, вот кнопка, вот локатор. Соответственно, если у вас не так много места, представьте, вот это вам надо вварить в протез или вот это. Вот эта часть, она очень важна. То есть она должна располагаться над десной. Она выбирается по модели. Потому что есть методика, когда человеку ставится 2 имплантанта, он приходит, ему сразу в полости рта вкручивает 2 буллотачмена вот этих. И в съемном протезе, который у нас вваривают 2 матрицы, это очень легко. Но раньше, если вы использовали антикорневые вкладки с шариками наточменами, в принципе тот же самый, да. Оно точно так же здесь защелкивается. Другое дело, что если мы выбрали неправильную высоту, мы либо будем провоцировать некий вывих, если у нас 2 имплантанта, либо у нас будет протез недосажен. Если у нас шарик будет на уровне 1-го. Соответственно, если у вас не так много места, представьте, вот это вам надо вварить в протез или вот это. А вот, так, где она? Да, преимущество локадра в том, что он дает возможность фиксации съемной части при установке импланты с ингредиентом до 60%. Вот и градус. Сейчас, прошу, мне. То есть, в зависимости от того, насколько у вас важна эта имплантка, вы можете выбирать. Это магнитный или нет? А, шариковый фиксатор, если они вам нравятся. Но тогда они должны быть более-менее параллельны. Там допуск, по-моему, 10-15 градусов между собой. То есть, здесь допуск общий получается 30 градусов. За счет разности разных втулок. Я вам покажу, вот она, вот матрица. Вот так, не снимайте, вот так вот выглядит матрица. Вот она, вот за счет вот такой штучки. С разной степени жесткости отличается по цвету. Все то же самое, только наоборот. Тут шарик наружу, да? А там вот так вот. А здесь наоборот, здесь внутри шарика, она вот одевается вот таким вот копачком. Эта штучка, да? Эта штучка, да, и все. Но зато она маленькая. Он восьмигранник, он тоже вот хорошо фиксируется в протезе. Когда мало места, лучше не придумаешь. По поводу вот шариковых, да, вот этих вот, там есть такой переходной момент. То есть они же тоже, чтобы нам угол, вот то, о чем говорили, чтобы не было вывихиванием и так далее. Вот мы подбираем. Я сейчас вот беру просто первопопавшиеся. Мы их подбираем. Переходник, да, переходники подбираем, устанавливаем. Потом они разной глубины. Опять-таки, насколько нам нужно. Вот обратите внимание. Разные углы и разная глубина погружения. Видно? Вот юбка разная, да? Мы можем, ну, они, в принципе, во всех системах, вот эти тоже такие, есть для фиксации в полости рта. Мало того, что ими держать удобно, вы при их помощи можете еще наблюдать параллельность. Вам удобнее отследить. Так-то вы не увидите, да, во рту тем более вы этого не увидите. А так вам все это видно. Вы зафиксировали. Привинтили вот этот переходничок. И уже на него вы фиксируете вот сам шариковый аббатмент. Вот он. Я тут просто, ну, у меня высоко поставлено. Это демонстрационная модель. Это не то, что вот идеально вот он сюда подходит. Но зато вам видно все. И хорошо можно показать и посмотреть. Я сейчас на него одену тоже. А при этом переходничок бы запатрил свой тесну? Конечно, конечно. Он туда ушел, под десну, да и все. Ой, не видать. И торчит тоже эта кнопка сверху. Они навинчиваются. Они не... Вот представьте, вот матрица. Да, сверху мы еще одеваем вот эту штуку. Вот она насколько у нас получается. Ой, не буду. Ужас, сейчас не буду. Разница по высоте приличная. Да, но шайба в протезе. Шайба остается в протезе. Вот локатор, вот шарик. Конечно, локатор в этом плане намного интереснее. Помните, когда я говорил о том, что нужно снимать слепок при помощи трансфера для открытой ложки, соединять их между собой? Если здесь матрица будет, вот эта металлическая втулка, которая вставляется, вот эти вот матрицы пластиковые, если оно будет вварено в протез под неправильным углом, этот протез не оденется. А выковыривать очень сложно. Он очень прекрасно заливается пластмассой вот эти вот грани. И вынуть его можно только циркулярно выпилив и выковыривая. Поэтому поставить его во рту несложно. Делается изоляция. Специальные вот такие вот кольца есть, чтобы не затекала пластмасса туда. Вот они. Чтобы было виднее. Вот так. Посмотрите, покрутите. Вот там такие вот. Ну, это у всех локаторов шариков в комплекте прямо нет. Конечно, нужно.